Принимать ванну с мутной грязной водой – это еще полбеды. Максимум – неприятные ощущения. А вот можно ли пить такую воду без риска для жизни и здоровья? Ответ на этот вопрос на собственном примере продемонстрировал директор Ангарского водоканала. Слегка мутная и темная вода, как отмечают специалисты, явление временное, к сожалению, неизбежное, но, к счастью, безопасное. Риска для здоровья людей такая вода не представляет. Воду в эту бутылку я набрала из обычного крана перед выездом на съемки. А вода вот такого качества попадает на насосную станцию Ангарского водоканала. В середине июня в регионе начались сильнейшие паводки. И это, безусловно, не смогло не отразиться на качестве подаваемой воды. Однако вся вода, которая поступает на водозабор, проходит максимальную очистку. Ангарчане получают воду, пусть не прозрачную, но вполне пригодную для питья. Об этом говорят и эксперты Роспотребнадзора. Во время паводков лаборатория работает круглосуточно. Заборы воды на анализ берут каждые два часа. По микробиологическим показаниям она соответствует всем санитарным нормам. Из санпина мы не выходим. То есть вода питьевого качества. Микробиология ноль, отсутствие химсостав допустимый по санпину. Есть немножко цветности, что совершенно не влияет на качество питьевой воды. Опять же, эта цветность заходит в нормы санпина. Чтобы добиться хороших микробиологических показателей, вода проходит пять степеней очистки. Финальной станции ультрафиолетового обеззараживания. Ни у одной вредной бактерии после такой процедуры нет шансов выжить. А вот полезные качества воды, напротив, сохраняются. Напомню, что две недели очистные сооружения работают в авральном режиме. Однако, как обещают коммунальщики, в ближайшие несколько дней ситуация улучшится. Уже сегодня уровень рек стал заметно ниже. А, соответственно, и грязи бурные потоки будут приносить к Ангарскому водозабору все меньше. Ирина Шавлюк, Владимир Селиванов, Местное время.